Это давеча и мы продолжаем. Коммунальная беда закончилась крушением в аварийном доме на переулке Крайнем-1. Обрушился потолок в одну из квартир. Жильцы поставили в известность представители управляющей компании, но до сих пор живут, как сами говорят, в нечеловеческих условиях. Все подробности у Зои Попцовой. В начале октября потолок на кухне начал намокать. Очевидно, прорвало батарею в квартире сверху, которую уже расселили, рассуждает Екатерина Низамова. Представители управляющей компании заявили, что нежилое помещение они вскрывать не будут. Это якобы незаконно. Соответственно, жить придется с капущим потолком. Разговор с участковым тоже зашел в тупик. Он сказал, что его присутствие при вскрытии двери не обязательно. Все ремонтные бригады, которые будут, могут позвонить по 02, сообщить, что они при аварийной ситуации входят в нежилую квартиру, вскрывают дверь, соответственно, производят ремонт и дверь закрывают. Женщина обзвонила различные инстанции. В обслуживающей организации заявку приняли и сказали, ждите. После этого прошло три недели. Все это время потолок попросту намокал и накануне рухнул. Как мне быть? Я не знаю, как вам быть. Мы сейчас передадим все, что у вас упал в потолок. У меня ведь и проводка может сгореть, и вообще наш дом у нас он деревянный, аварийный. Стояк отопления перекрыть нельзя. Без тепла останется весь дом, говорит Екатерина. В подъезде стена тоже страдает от верхней квартиры. И любое промедление грозит попаданием воды в электрощиток. Но юристы говорят, выход есть. Так как квартиру расселили, значит, она принадлежит администрации города. Приезжают аварийщики, перекрывают воду, либо канализацию, либо еще чего-то. Дальше вызывается представитель администрации муниципального образования города Киров. Берется, извините, слесарь. Открывается эта дверь. В присутствии представители администрации города Кирова, либо теруправления. Заходит управляющая компания вместе с специалистами-слесарями в эту квартиру и устраняют протечку. В любом случае перекрыть коммуникации должна аварийная бригада. При этом Екатерина Низамова может потребовать возмещения ущерба из-за ненадлежащего содержания квартиры, которая находится над ней. Зоя Попцова, Александр Брызгалов, Александр Нестеров. Бюро новостей Давича.